Какая самая главная проблема в Германии? Проблема Германии в ее правительстве. Все очень просто. Они вообще не справляются. Но когда придет другое правительство, тоже ведь не станет лучше. Потому что уже столько всего натворили. В ХДС были у власти, потом СДПГ. И ни у кого не получилось. И у других тоже не получится. В этом-то и проблема. Но не так хорошо у нас с интеграцией. Это просто... Это дискуссия в Германии. Сначала долго говорили о беженцах. Потом их приняли. А сейчас просто цирк устроили вокруг этого. Конечно, тех, кому реально нужно помочь, нужно принимать у себя. Но те, кто у нас ворует, кто совершает насилие против наших детей и женщин, должны вернуться домой. Таково мое мнение. Что меня сейчас реально беспокоит, это сдвиг вправо, который происходит в землях бывшего Восточного блока. Надеюсь, что он не распространится дальше. Ну и экономика, что она в Германии как-то немного остановилась. Есть несколько больших проблем, но сдвиг вправо — это действительно большая проблема. Многие считают, что радикальные правы делают мир лучше, а все как раз наоборот. Вчера в новостях как раз видел, что жители Востока и Германии считают мигранта самой большой проблемой. Честно говоря, в последнее время я стараюсь пореже быть в Восточной части. Почти не езжу туда, честно. Потому что уже не раз происходили ситуации, типа, сидим с друзьями, которые приехали из Барселоны, и в ресторане нас вообще отказались обслуживать. Где-то оттолкнули. Это не то чтобы приятно, при том, что я уже почти немец, живу здесь много лет, и когда у людей на Востоке такое к тебе отношение, это не здорово. Все, что было почти уничтожено, теперь придется восстанавливать. На это уйдут годы, экономика, раса, что все уважают друг друга, мирно уживаются. Что приехавшие из других стран начнут уважать нашу культуру, как мы уважаем их. На все это нужны годы. Думаю, самая большая проблема – расизм. Когда я захожу в автобус и хочу сесть, бывает так, что сажусь, а белый парень, сидевший рядом, встает и уходит на другое место. Что ОДГ придет к власти – риск велик. Десять лет назад я бы так не подумал. Не хочу, чтобы все это сейчас как-то не так прозвучало, но для меня важно, чтобы наше правительство работало в первую очередь на благо немецкого народа, чтобы ему жилось лучше, и возможно, что мы станем жить чуть больше в мире друг с другом. Потому что немецкий народ недоволен, слишком много думают о других и гораздо меньше о немецком народе. Самой большой проблемой в Германии является загрязнение окружающей среды. Это глобальная проблема, нет смысла рассматривать Германию отдельно, как маленькое пятно на земном шаре. Человеческой психике свойственно заботиться прежде всего о самом себе. Это инстинкт, как то, что выживает сильнейшее, вот это вот все. Конечно, всегда трудно признаться себе в том, что ты тоже частично несешь ответственность за то, что мы все наблюдаем на протяжении десятилетий, и при этом не меняем или даже не осознаем. Большая проблема в том, что за квартиру приходится очень много платить. Сейчас инфляция. Хотя мы работаем, мы просто еле доживаем до конца месяца, чтобы еще оставались какие-то деньги на счету. И безопасность. Страшно выходить в некоторые места. Мы платим большие налоги, хотя я мать-одиночка. У нас хорошая система здравоохранения, но плохая бюрократия. Не знаю, может им просто надо нанять больше людей. Не знаю, как-то надо навести порядок, чтобы все было как-то лучше продумано и не так сложно. Когда оформляла водительское удостоверение, пришлось ждать заявление. Я ждала подачи больше полугода, хотя там нужен-то всего лишь маленький формуляр. Правительству следует вкладывать больше денег в наше будущее, в обучение детей. Для школ делается мало, они выглядят ужасно. Туалеты вообще огромная проблема. Выглядят ужасно, грязные и воняют. А на что государство тратит слишком много денег? На войну. Зачем это вообще нам? Они сейчас слишком много поддерживают Украину. А весь народ тут страдает. Что вам больше всего нравится в Германии? У нас есть очень много хороших вещей, но лучшее – это сохранить нашу демократию. Она может очень надоедать, но лучше ничего не придумали. И что еще мне пришло на ум, и что просто фантастическая вещь – это что так много людей в Германии занимается волонтерской деятельностью, работают волонтерами. Это важно и очень правильно. Лучше в Германии, что мы по-прежнему одна из лучших социальных систем и наиболее здоровых демократий в мире. Хотя сейчас ситуация меняется. Свобода. В этом большое преимущество. Каждый может делать то, что хочет. В рамках правил, конечно. Свобода. Свобода для всех. Это важно. Думаю, что молодое поколение, которое тоже часть страны, которое видит, как устроена наша социальная жизнь, смогут что-то изменить. Это займет время. Но, думаю, однажды мы победим расизм. В Германии общество много недовольства по поводу всяких вещей. Люди как будто разучились ценить. Они просто не видят, насколько хорошо они живут. Это было видно сейчас во время чемпионата Европы. Многие могли прокатиться по стране и увидеть, насколько она прекрасна. И, думаю, иногда стоило посмотреть будущее с чуть большим оптимизмом.